Получить средства на закупку необходимого оборудования Екатерина Хамдина смогла благодаря программе социальных контрактов. Женщина составила маркетинговый план, собрала необходимые справки и документы, после чего обратилась за помощью в соцзащиту. Основное направление – это развитие личного пособного хозяйства. Расчет суммы контракта всегда определяется, исходя из количества членов семьи, из среднедушевого дохода. Поэтому сумма контрактов у каждого заявителя разная. Конечно же, они зависят от того, на какое направление обращается гражданин. Екатерина выбрала бьюти-индустрию. С 2017 года женщина самостоятельно развивает свои профессиональные навыки. За спиной двухлетний опыт работы в Ульяновске, курсы повышения квалификации, многочисленные мастер-классы и вебинары. Отзывчивость постоянных клиентов смогла стать мотивацией открыть свое индивидуальное предприятие. На полученные 40 тысяч по социальному контракту женщина закупила необходимое оборудование для своей новой прихмахерской. Все подбирала сама, то есть и кресло, и тележку. Инструменты уже были. Так как я уже работала, инструменты у меня уже были. Заменила машинку на более лучшую по качеству. На прихмахерском ремесле Екатерина не остановилась. Клиенты к женщине приходят на коррекцию бровей и ламинирования ресниц. Поначалу отреагировали нормально. И клиенты пошли кто-то просто узнать, что появилось что-то новенькое. Кто-то уже, зная меня, пришли уже не на дом, скажем так, а уже сюда. То есть отучилась за прошедший год на брови, на ламинирование ресниц, так же как технолог. Развиваться надо. Универсальный бьюти-мастер старой майни на вес золота. Подруги по-доброму завидуют женщины, клиенты довольны работой. На достигнутом Екатерина Хамдина останавливаться не собирается. На текущий год уже построены планы. Хватило бы денег и времени. Нотка зависти, наверное, в какой-то мере, может быть, и присутствует. Потому что, ну, неоднократно слышала, да, там, в свою сторону то, что «Вот, открыл парикмахерскую, значит, денег у тебя там нафига все такое? Блин, ну нет, оно далеко не так просто». Никто же не знает, чего это в основном касается. То есть то, что нужно что-то закупать, что нужно как-то за что-то где-то платить. То есть этого внимания никто не берет. Помимо Екатерины Хамдиной в Старомайнском районе выплату по социальному контракту получило еще 22 человека. В основном выплата по соцконтракту составляет 40-50 тысяч рублей. Этих средств хватает на закупку материально-технической базы для развития своего дела. Программа соцконтрактов работает по национальному проекту «Демография». Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Управды ТВ.